область знаний лекция на радио звезда такси от извозчиков до беспилотных авто рассказывает заместитель руководителя отдела по работе с посетителями политехнического музея николай чеканов область знаний таксомоторы или просто такси это то что появилось еще в девятнадцатом веке еще в российской империи прошло сквозь весь двадцатый век и является неотъемлемой чертой неотъемлемым удобством современного городского жителя в россии итак автомобиль изначально и первое десятилетие был роскошью несомненно это в густейшие особы собственной его императорского величества гараж такое название было у гаража николая второго николай второй первый последний царь у которого были личные автомобили таксомоторы ему очевидно были не нужны но тем не менее перевозка царя она похожа на перевозки такси самого высокого класса своих собственных автомобилей в российской империи было мало единственная марка руссобалт русско-балтийский вагонный завод в городе рико который был эвакуирован в годы первой мировой войны в санкт-петербург а потом еще и в москву москве он удивительно дал начало предприятию хруничев космическому предприятию который строит ракеты-носители космические станции до сих пор сейчас он находится в филях немножко переживает периоды преобразования оптимизации и там теперь появился высокая высокая башня такая национального космического центра представьте как все связано производства автомобилей и космоса ну да ладно сейчас автомобили космос тоже связаны потому что без gps навигатора куда же уедет современный таксист учитывая что москвичей в такси за рулем вы не увидите практически изначально было такое слово прокат прокат этим и назывался процесс обслуживания людей в такси но мы не будем забывать что 19 век это еще век гужевого транспорта и вот на том месте который сейчас занимает автомобиль такси была пролетка пролетка это телега один из вариантов того что тянет лошадь скорее всего одна лошадь в этом случае вообще вариантов экипажей конных их было очень много разных с десяток наберется фаэтон линейка пролетка собственно карета это лимузин среди всех закрытой полностью их в услугах извозчиков не было и вот еще важное слово извозчик извозчики причем нескольких видов давайте опять же сразу будем проводить аналогии с современностью есть такси разной стоимости разного уровня комфорта и тогда тоже с извозчиками было аналогично лихачи ваньки голубчики три вида как минимум известны разная стоимость разная специализация разный вид экипажей но все строго зарегламентировано что важно московская городская дума она тщательно следила даже за обликом этих людей на облучке ямщиков или извозчиков головной убор опломбирован кафтан опломбирован ежели кафтан худой будет штраф до устранения или вообще отберут жетон сам экипаж должен быть идеален и чистый и крашеный и лакированный как ответ на добропорядочность исполнения всех правил извозчикам город все-таки заботился об инфраструктуре например если москва была очень маленькая если мы вспомним ее границы конца 19 века ну прям совсем можно пешком ходить сейчас в центре москвы собственно пешком и хорошо ходить это гарантирует ваше прибытие точно в срок от одной их конторы к другой от ваших целей которые могут быть у вас центре города как заботились о ямщиках фонтаны и фонтанный сезон он в 19 веке был не декоративным а в как водопой для лошадей запасы воды и фонтан от этой круглой чаши она прям была даже ориентирована на то чтобы лошади подходили кругом становились и вот на лубянке в центре москвы тогда еще повторюсь очень маленькой был это самый фонтан на лубянской площади там же рынок был там же огромное количество людо разного которым извозчик был актуален и поехали вот надо вспомнить еще такие путевые дворцы самый знаменитый с которым сам наполеон бонапарт достоверно известно какое то время находился перед въездом в столицу и пушкин бывал и тем не менее его государь не императрица екатерина великая велела основать этот дворец был таким перевалочным пунктом дробь вокзалом дробь гостиницы своего рода и здесь я просто упоминаю его чтобы сказать о междугородних перевозках на лошадях такси от извозчиков до беспилотных авто область знаний но все же конец 19 века революция в мире промышленности начинает изготавливаться двигатель внутреннего сгорания в 1886 году патент а вот концу века двс ни в коем случае не завоевал прям таки мир но стал распространен двс это бензиновый мотор и здесь надо вспомнить что кроме бензина были еще два вида тяги ну я имею ввиду уже механической тяги без помощи наших братьев млекопитающих лошадей это паровая тяга это собственно уже упомянутая бензиновая тяга и это электротяга и политроманов петербургский предприниматель инженер и электротехник создал два варианта электрокэбов то есть электрических такси которые сейчас бы мы сказали прошли сертификацию и были они двух видов один где пост управления так называемый был над задней осью а люди сидели в коляске спереди с откидным верхом мягким аналог рикши рикши это азиатский вид например когда человек ведет тележку или велотяга то есть велосипед с грузовой частью с пассажирской частью пела рикша так называемые в азии это используется не только в туристических целях а в целях обычных перевозки так вот такого примерно вида электрические автомобили электрокэбы которые имели даже батареи своей конструкции политроманов сам разработал батареи им запас хода приличный километров 40 скорость 35 40 километров в час конец 19 начало 20 века если мы вдруг метнемся в то же самое время такой фантастический мегаполис правда еще не настолько фантастический как нью-йорк и конкретно остров манхэттен на котором не было еще небоскребов особо был только угловой дом дом утюг по современным меркам никакой он не небоскреб нью-йорк был другим но нью-йорке больше 60 процентов в первые десятилетия двадцатого века к такси они были электрические и вот у нас тоже были в российской империи своей конструкции полностью электрические такси но дальше все-таки первомировая революция в общем совсем не до того следы ипполита романова затерялись он по моему в советскую экономику не встроился но в любом случае заслуженный которую при советском союзе не забыли и тем что я могу вам рассказать в этой лекции вообще фигуре ипполита романова мы обязаны его михалычу шугурову историку автомобиля и вообще историку транспорта который 1024 году отметил свой юбилей очередной к сожалению нет с нами но мы праздновали его день рождения и так дальше у нас появился классический мотор но в начале двадцатого века в москве было что-то такое ильфа петровская в такси то есть разнобой всякие антилопы гну на разный фасон разные стоимости но таксометры уже впрочем были таксометр это очень важный прибор он появился кстати даже еще и в лошадных экипажах они без лошадных потому что ну а как иначе вы определите это такие своего рода часы которые нельзя вмешаться они вам все подсчитают объективно часы совмещенные с одометром то есть счетчиком расстояния но все-таки на дело развивалось в двадцать пятом году советский союз оправился уже от передряг гражданской войны и закупил рено кей z как международный код казахстана пишется кей z это большая очень рено я хочу о машине рено чуть чуть рассказать здесь потому что они обычайны они тем что у них не было радиатора не было вот этого высокого носа с какими-то прорезями у них обтекаемый нос глухой и красивый потому что радиатор стоял за ним на всех моделях что маленьких что больших возможно это было одной из причин почему мостсовет приобрел именно эти машины несколько десятков которые и дали отчет в общем то советскому такси такому организованному потому что радиатор стоит в ногах водителя радиатор теплый в ногах водителя в этом примере в этом уравнении мы обязательно имеем ввиду климат суровый в меру суровый не мягкий европейский чай не ница в этом водитель было тепло в открытой кабине потому что по традиции еще гужевых экипажей водителю было меньше всего удобства он сидел на улице по сути даже в самых роскошных первых автомобилях даже царских но это кстати еще сегрегация такая владелец машины сидит за перегородкой со всем комфортом а это человек служивый клиент такси сидит за перегородкой со всем комфортом но это человек тоже служивый водитель во всех случаях эта профессия была и так рено но однако индустриализация однако по создании своей автомобильной промышленности такси от извозчиков до беспилотных авто область знаний первый массовый легковой автомобиль наш это ford model a он же газ а по лицензии приобретенный у корпорации генри форда и машина имеет логотип с интересным очень шрифтом этот шрифт такая красивая пропись он был и у форда он был у еще одной фирмы американской но она выпускала напитки подумайте сами уважаемые слушатели о том что это могла быть за фирма основаны в конце 19 века также как и форд потому что шрифтов для визиток было мало и это самый шрифт перекочевал к нам на горьковский автозавод и стал нашим но я бы не сказал товарный знак потому что советский союз ну можно сказать марка и так гаса и гаса начали ведь выпускать даже сначала не в горьком можно удивиться а в москве московский автосборочных завод впоследствии ким впоследствии мзм а московский завод малолетражных автомобилей и впоследствии знаменитый наш и воскресший 2022 году москвич заново появившийся эти машины которые он выпускал сдавались в прокат я уже говорил про слово прокат это сама вот услуга извозчиков и услуга такси было изначально автомобильных уже в начале 20 века но здесь прокат такой значит это взять машину в аренду у вас нет собственного автомобиля но у вас есть права вы хотите поработать таксистом вуаля вот он синий красивый васильковый обслуживайте не вы вы только платите аренду с надписью прокат и вы можете на нем работать в порядке организованным утвержденным опять же документацией моссовета например мы недаром говорим о москве потому что понятно что столичный опыт уже экстраполировался на все остальные города и в принципе всегда в транспорте нашей страны законодателям за редкими редкими исключениями была столица а столица была и есть советского союза и российской федерации все-таки москва петербургу уступили и не очень надолго но у него все равно есть свои транспортные традиции тоже важно помнить и так газ а теперь самое удивительное очень важным символическим идеологическим и политическим актом было создание своего лимузина здесь как раз ленинград отличился они сделали l1 красный путиловец автомобиль копия бьюика но ребята погорячились 9600 деталей это многовато заводу который никогда не делал ничего сложнее вагона и судна никогда не делал лимузин или мы все-таки высший пилотаж автомобиль строить почти самолет а то и кстати серьезней в москве дело удалось зис 101 появился и машина это зис 101 она имела огромное символическое значение из знаменитой фотографии где сталин поправляет ему стеклоочиститель сталин кстати вносил некоторые пожелания изменения конструкции и маскот фирменный то есть капотная скульптура и расположение тех самых стеклоочистителей должно было быть не сверху а снизу и по его просьбе переделали и сохранились воспоминания инженеров которые были на кремлевском показе зиса 101 которые считали когда им через год иосиф виссарионович предъявил некоторые требования они думали он забыл а он их помнил и с тех пор пошла легенда что у него то ли диктофон то ли магнитофон в кармане но таковых не существовало столь компактных это было исключено просто такое личное внимание первого лица и наркомов рядом с ним было к легковому автопрому и вот этот символ зис 101 намечался как правительственная главная машина а вдруг едет в обычном такси поэтому если вы уважаемые слушатели видели или вдруг будете видеть фильм подкидыш красивые такие дирижабельных форм автомобилей на улицах которые там чуть ли не попадают в дтп ну потому что кое-кто неправильно переходил дорогу по сюжету фильма подкидыш это зисы 101 которые обслуживали обычных людей абсолютно такси от извозчиков до беспилотных авто область знаний потом была великая отечественная война 101 попали все на фронт государственные машины и все там изгинули их осталось сейчас около 10 единиц причем есть такие машины которые спрятаны в частных коллекциях и мы их вообще не видели вот я как человек который сейчас рассказывает эту лекцию видел два или три автомобиля всего я не видел их все я только могу догадываться я знаю кого спросить но не хочу и так 101 зис после войны страна оправилась страна восстанавливалась невероятными абсолютным темпами после великой отечественной войны наша страна в во всей своей истории стала для себя лично в своей истории самой большой экономикой самой большой ввп на душу населения самая большая территория освоенная всей инфраструктурой нам было до такси нам было до такси и главным такси стали машины горьковского завода я уже упоминал газа я упоминал зис 101 но здесь новая машина газ м20 победа зеленый огонек знаменитый появился на ней уже точно это значит свободен это значит водитель такси когда у него зеленый огонек горит его можно тогда остановить так как не было смартфонов роль смартфона выполняла вытянутая рука сейчас это уже придется говорить прямым текстом нужно поднять руку горизонтально на 90 градусов в сторону дороги тогда водитель такси если он действительно свободен остановится вы сядете он скажет куда обнулит счетчик и вы поедете с подсчетом километража водитель при этом должен был выполнять свою санитарную норму там куча своих норм и ограничений зеленый огонек я упомянул а ведь есть одноименный художественный фильм один из очень малоизвестных отипельных это 50-е годы после смерти сталина и до того как ушел никита хрущев из власти это новая волна советского кинематографа и в этой новой волне есть фильм где на удивление не волга победа а москвич 407 играет главную роль чуть ли не более главную чем человек водитель потому что он общается голосом зиновия гернта он не может достучаться до своего молодого водителя который выполняет первую в своей карьере смену а машина выполняет последнюю смену своей карьере и на завтра будет списано и вот он встречает девушку из мурманск он показывает и москву это очень рекомендуется к просмотру именно там раздается циничный смех таксиста в роли анатолия попанова лёлик появился раньше не бриллиантовой руки а вот его харизма и проявление человеческие бывалого и циничного человека почти жулика это появилась это такой бывалый таксист фильме зеленый огонек противопоставление молодому но и здесь о самих таксистах хочется сказать ни в коем случае не хочется обидеть эту профессию ни в коем случае но их такая социальная ниша в советском союзе была удивительна это властитель приезжих который знает все и в общем они отдавали свои души можно сказать ему полностью в ответственность это человек который мог продавать водку в запрещенное время на трех вокзалах я не буду говорить кому но криминальной составляющей советском союзе была об этом анатолий рубинов корреспондент газета известий книги писал даже не только заметки сатирические и документальные 24 волга лимонного цвета это такой окончательный символ советского такси машины как видите горьковского завода почему-то доминировали москвичи пытались применять но как-то не очень удачно но я убежал вперед почти к двадцатому веку концу его и к двадцать первым но я хочу все-таки вспомнить еще раз здесь еще раз теперь только другой модели не зис 101 довоенный лимузин красивый очень скругленных форм а зис 110 настоящий и полностью удачный флагман советского автопрома и здесь экзотика ладно что машина правительственного класса работает в такси положим есть свой тариф но как вам то что работает кузов фэйтон то есть открытый вариант за особые деньги который также больше всем известен по фильму иван васич меняет профессию потому что режиссер якин приезжает за своей молодой фавориткой актрисы киносъемочная машина с надписью тази 110 b кстати скорее всего действительно киносъемочный масс-фильмовский но наверное списаны из таксопарка одного из главных московских таксопарков то есть была такая экзотика но сама экзотика это междугородний вариант что с площади трех вокзалов еще с нескольких точек такие 110 зис отправлялись в крым и не только по пути была предусмотрена инфраструктура это такие вот удивительные веяния сталинского времени но что говорит советском союзе с метро аэропорт можно было на вертолете с хадынского поля с центрального аэродрома ми-4 в течение шестидесятых семидесятых годов улететь во все три аэропорта ну домодедово появился шестьдесят седьмом году было и аэротакси вот такое так что история нашего такси его советского периода это конечно удивительно аэротакси тоже было но все-таки мы подходим к современности 90-е годы появилось понятие бомбила то есть частный водитель своего собственного автомобиля автомобиль мог быть хоть запорожец хоть mercedes-benz это хаос это дух свободы это фольклор определенный и были попытки тогдашних московских властей зарегулировать это все так называемое новое желтое такси и на базе 41 москвича 2141 последняя модель московского завода прежней итерации и волга опять горьковский завод уже 31 10 но все это как-то и появилось и пропало несмотря на большую большую прямо скажем рекламную помпу а теперь те же частные машины те же таксопарки некоторые унаследовали кстати еще свою советскую историю и главное смартфон и экосистема вот цифровая которая всех объединила и водителей и пользователей и у тех и других теперь есть рейтинги сейчас немножко ситуация меняется но посмотрим куда от этого мы дальше не отойдем и стандарт безопасности качества современной технологии в помощь конечно будет соблюдаться рассказывал заместитель руководителя отдела по работе с посетителями политехнического музея николай чеканов область знаний